Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Приехали отдыхать в Сочи задержаны участники ночной перестрелки в Краснодаре. Есть ли терминал, а если есть, то где именно? Народный контроль проверил сочинские автобусы. Итоги обсудили с главой города. В Сочи может появиться инклюзивный пляж за миллион. Его установят бесплатно, если город выиграет в конкурсе. Памяти дяди Васи. В Сочи сегодня прошла спартакиада среди дворовых команд, сформированных по месту жительства. В Сочи задержаны участники ночной перестрелки в Краснодаре. В Адлерском районе правоохранители задержали участников вооруженного конфликта. Он произошел в районе Вишняковского рынка Краевой столицы. Напомню, в ночь на 21 августа несколько десятков мужчин устроили перестрелку в Краснодаре. Между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, на бытовой почте, произошел конфликт, в момент которого, по предварительным данным, присутствовало не менее 30 человек. По версии следствия, в ходе конфликта его участники из хулиганских побуждений производили множественные беспорядочные выстрелы. Кроме того, один из участников произвел не менее двух выстрелов в находившегося там же 27-летнего мужчину. В настоящее время по уголовному делу следователям по подозрению в причастности к совершению указанных преступлений задержаны четверо участников конфликта. В отношении троих из них судом уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. От полученных ранений в больнице скончался 27-летний уроженец Дагестана. Среди задержанных в Сочи 28-летний мужчина, который и подозревается в убийстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц и убийства. В Сочи микроавтобус с фруктами раздавил иномарку. Авария произошла сегодня утром на улице Транспортной. Столкнулись легковая Тойота Королла и микроавтобус Тойота Хайнс, который перевозил фрукты. По предварительной информации, легковушка ехала от кольца, машину занесло на встречную полосу боком, в которой и врезался микроавтобус. Травмы получили два человека из Короллы и водитель микроавтобуса. Всех пострадавших доставили в больницу. 750 терминалов для безналичной оплаты проезда установлены в сочинских автобусах. Оплатить проезд в общественном транспорте можно бесконтактными банковскими картами и даже часами и смартфонами. Пассажиры большинства маршрутов переход на цифровые технологии оценили и активно пользуются нововведением. Но, как показывает практика, горожан, которые еще не знают о переходе на безналичную оплату проезда, тоже немало. Перевозчиков, которые нарушают договор с администрацией города об установке терминалов, вычислил народный контроль. По поручению главы Сочи общественники провели мониторинг. Здравствуйте, народный контроль. У вас терминалы есть? А почему? Не, я устанавливаю терминалы. Я воздитель. Вам не выдавали их, да? Мне не выдавали. На некоторых маршрутах терминалов действительно нет, а именно на 12. Все они принадлежат автопредприятию «Транссервис-6». Перевозчик планирует установить оборудование в конце августа. А в некоторых автобусах терминал для безналичной оплаты проезда просто отсутствует в поле зрения пассажиров. Но от народного контроля не скрыться. Сочинские активисты провели собственное расследование. Вот я проверила на данный момент, ну уже, значит, 10 автобусов. В трех терминалы были спрятаны. Только когда я попросила, он достал откуда-то оттуда терминал и дал мне его. А так большинство автобусов оборудовано. Вот сейчас, прям, чуть ли не поругались немножко, куда я его буду ставить? То есть коробку для мелочи. У него есть куда поставить? Вот такая стоит. А терминал некуда. Он может упасть, он может... Миллион причин. Потому что деньги, которые идут через терминал, это идут в бюджет, а те, которые идут наличными, это идут в карман. Всего лишь на все. Цифровизация внедряется повсеместно. Новые технологии ускоряют многие процессы. И сегодня это стало возможным даже в городском автобусе. Благодаря безналичной оплате можно быстрее выйти из автобуса, утверждают пассажиры. Захожу в автобус, я считаю, что так удобнее. Зашла, сразу заплатила. Пришла, присела. Мне уже надо выйти, а у меня передо мной стоит 15 человек очередь. Я выйти не могу, я уже расплатилась. А он не выпускает никого. Ну вот это очень неудобно. Пришла, приложила и ушла. Не стоять вот эту вот длинную очередь. Я так уже сама умею. Нажала на единичку и поехала. Это мой любимый маршрут. Мы из Твери, а здесь в Сочи увидели, что есть такая система оплаты банковскими картами в маршрутных автобусах. И нам хочется, чтобы у нас в городе ввели такую систему оплаты. Ну не везде они по картам принимают. Да, есть такая проблема. Ну сейчас же у всех карта. В основном все с картами ходят. Конечно, по картам удобнее. Замечания у народного контроля сразу к нескольким коммерческим перевозчикам. Это экспресс-авто, трасса, автотранспортник. Муниципальные автобусы с нарушениями пока не попадались. Водители МУП ЦУЧ «Автотранс» даже сетуют, что пока не все пассажиры пользуются современными технологиями. Терминалы как бы давно стоят, но люди еще не привыкли к этому. Ну приходят 50 на 50, да, оплачивают. Плюсы то, что нету налички. То, что нету денег, меньше ответственности за все. На общественном транспорте есть ориентир – специальная наклейка, которая указывает, что в этом автобусе проезд можно оплатить картой. Поэтому если есть наклейка, но нет терминала, пассажир вправе потребовать у водителя предоставить новую услугу. Ну а если спрятанный терминал обнаружит контролер, то информация о водителе-нарушителе поступит в городской департамент транспорта. И тогда держать ответ уже придется руководству предприятия. Об этом перевозчикам сегодня и заявил глава Сочи. Результаты мониторинга, который народный контроль проводил в течение недели, мэру доложили в присутствии перевозчиков. Мы один раз предупредили, второго раза уже не будет. Мы будем их убирать с маршрута. С учетом того, что сочинский рынок такой круглогодичный, такой активный, желающих достаточно много. Здесь просто вы должны понять, волонтеры, которые занялись этой работой, работать надо честно. И в условиях, скажем, вашей работы такой правдивой, все перевозчики поймут, что у нас вариантов нет. Безналичная оплата она должна быть. Просто-напросто. Если не будет, они должны этот маршрут покинуть. Прецедент того, что маршруты у перевозчика могут забрать, уже есть. Как пример предприятие трассы, нарушившее договор о приобретении новых автобусов. Дело уже в арбитражном суде. Установка терминалов – это тоже обязательное условие контракта с администрацией города. Наказание не избежать. Работа народного контроля только усиливается. На линию выходят 147 человек по количеству маршрутов Сочи. А к проверке нарушителей может подключиться и ОБЭП. Инга Габешия, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Для возрождения традиции и поднятия боевого духа около тысячи кубанских казаков принимают участие в военно-полевых сборах. В течение трех дней члены Екатеринодарского отдела проходят настоящую армейскую подготовку. Сегодня на полигон в хуторе Молькин приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он посетил жилой лагерь. Условия там спартанские – палатки, вещмешки, полевая кухня. Несмотря на это, в сборах участвуют и молодые казачата. Подобных слетов нет больше нигде в России. Кубанское казачье войско – единственное войско в России, которое уже 12-й год проводит военно-полевые сборы. Проводим и этим гордимся. Ребятам, казакам – это хорошее подспорье для подготовки службы в вооруженных силах нашей страны. Наши предки, казаки, веками, с честью, с совестью, несли службу по охране России. Они служили верой и правдой своему Отечеству. Составляли стержень, военный стержень и дух Великой Российской Армии. Они охраняли не только границы нашей страны, они охраняли и порядок внутри страны. Сегодня казачество снова заняло свое место в строю. Возвращает свою историческую миссию – быть надежной военной опорой страны. В перерыве между учениями Ивнемин Кондратьев пообщался с молодыми казаками. В ходе военно-полевых сборов им под присмотром своих армейских коллег показали, как обращаться с оружием. Например, с автоматическим гранатометом. Конечно, проводят стрельбы, устраивают полосы препятствий. Есть и традиционно казачьи мастер-классы, такие как верховая езда. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка высоко оценил работу с детьми в Краснодарском крае. С Анной Кузнецовой накануне встретился глава региона Вениамин Кондратьев. На Кубани на финишную прямую выходит летняя оздоровительная кампания. Детскому омбудсмену губернатор рассказал, что практически все учащиеся края охвачены разными формами отдыха, причем круглогодично. Край выделил огромную сумму, может быть, для нашего региона. 2,2 миллиарда рублей на оздоровление детей. Если посмотреть в разрезе, то есть у нас 150 тысяч деток со всей страны и 450 тысяч наших. 450 вроде как много, а реально у нас практически 1,2 миллиона детей. Как минимум, ну это третья часть всего лишь побывала на море. Самое главное право у детей, это все-таки право на детство, а само детство. И вот это право мы у них никак не можем забрать. Мы должны создать все условия, чтобы они это право реализовали, пока они дети. И вот здесь мы, я вначале уже говорил, мы это измеряем количеством средств, которые выделяем. Наверное, не этим это измерять, а громкость детского смеха. Конечно, потенциал Краснодарского края в плане оздоровления детей, он огромный и очень важно достойно использовать его и, конечно, приложить все усилия. Это вопрос не только в здоровье ребенка, не только в том, что он видит море, но и в безопасности. Как показывает наш анализ, который мы проводим каждый год, дети, которые охвачены организованными формами отдыха, находятся в большей безопасности, чем те, которые предоставлены сами себе. Особое внимание в край уделяется несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году около 30 тысяч детей получили бесплатные путевки в санатории и лагеря на побережье. Не забывают и о многодетных семьях. Для нас принципиально важно, я уже говорил, чтобы мы сохранили возможность многодетным семьям тоже оздоравливать своих деток в крае. На эти цели мы выделили около 1 миллиарда рублей. Около 30 тысяч деток из нашего края, из малообеспеченных семей отдохнули уже, до конца лета отдохнут бесплатно в детских лагерях. Для нас тоже это очень важно, и это стратегическая наша задача – помогать семьям, где проблемы с финансами, чтобы все-таки дети имели полноценный отдых. Во время рабочего визита Анна Кузнецова посетила Всероссийский детский центр «Орленок». Она пообщалась с лауреатами премии «Горячее сердце». Это герои, которые, несмотря на свой юный возраст, показали пример стойкости и отваги. Также детский омбунсмен провела пресс-конференцию для ребят из отряда радио. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 августа в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Ну а в Сочи обсуждают образование будущего. Сегодня на курорте в 25-й раз стартовал социально-педагогический фестиваль. Он продлится до 28 августа и соберет руководителей образовательных учреждений, педагогов, меценатов, а также представителей ведущих российских издательств учебно-методической литературы. По традиции фестиваль начинается с городского педагогического совета, на котором подводят итоги года, обсуждают ключевые вопросы отрасли и составляют планы по реализации стратегии федеральных проектов в сфере образования. Мы уже начали реализацию нацпроектов «Современная школа. Успех каждого ребенка. Создание новых мест в дошкольных учреждениях и в школах». А сегодня в 8 школах мы создаем точку роста. Это многофункциональные центры, которые позволят детям после уроков заниматься информационными технологиями, шахматами, 3D-моделированием, техническим творчеством. И создание таких центров в наших 8 селах Адлерского и Лазаревского района – это большой прогресс и целое событие для села. До 2024 года плюсом еще будет создано таких 14 центров. В ближайшие дни эксперты встретятся с сочинскими педагогами и проведут семинары по актуальным на сегодня вопросам. К примеру, медиабезопасность подростков в интернете или способы раскрытия лидерских качеств. «Стри помощи интерактивного глобуса можно выполнять элементарные тесты даже. К примеру, нам нужно найти страну». «Покажи, как можно больше разных стран. Уровень, один, готов, марш!» Глобус – дополнительная реальность, интерактивный умный пол, напольные шахматы, цифровые лаборатории и разнообразное программное обеспечение. Различные ресурсы, направленные на решение образовательных и воспитательных задач представлены на выставке, которая развернулась в фойе Зимнего театра. Эти современные технологии уже внедряются в систему образования. Интерактивные доски, информационное табло с расписаниями и другие новшества уже есть во многих сочинских школах. На капитальный и текущий ремонт школ и детских садов в этом году из городского бюджета было потрачено более 130 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Современным оборудованием укомплектованы и новые корпуса 82-й школы в Дагомысе и 15-й гимназии на Макаренко. В новом учебном году они впервые откроют свои двери. Большую поддержку городу в этом вопросе оказали меценаты. Сегодня они получили заслуженные награды. Мы ставим перед собой задачу улучшения качества знаний, потому что от этого зависит и дальнейшая судьба наших деток. Естественно, что и перед учителями, и перед директорами школ будут поставлены задачи. Не обойдемся и без тех мероприятий, которые касаются безопасности. Все 167 образовательных организаций города находятся под охраной, имеют ограждения и в них установлены камеры системы видеонаблюдения. Ну а что касается открытия дополнительных мест, то до конца года завершится капитальный ремонт бывшего здания Сочинского госуниверситета, которое станет новой школой. Также будет сдан новый корпус детского сада номер 7 в Хосте и три пристройки к детсадам в Центральном районе и в Адлере. В следующем году начнется строительство еще двух новых школ. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На набережной реки Мзымта будет оборудована велодорожка. Такое решение принял глава города Анатолий Пахомов после обхода центральной части Адлерского района. Эта проверка была повторной. Предыдущую проводили две недели назад. Какие еще решения были приняты сегодня, расскажет Инга Габешая. По итогам прошлого обхода глава города назначил кризисного управляющего Адлерским районом, своего заместителя Сергея Юрченко. И вот что удалось сделать за этот срок. На улице Цветочной демонтировали незаконные торговые павильоны. Еще по одному кафе остался вопрос. Глава города потребовал ускорить и его демонтаж, а также не затягивать передачу документов в суд на снос незаконной пятиэтажной пристройки между двумя домами. Здесь зарегистрировано два квартирных дома. Они незаконно реконструированы в одно единое здание. Посередине перегородка должна быть, расстояние должно быть между ними. Поэтому с госстроенадзором сейчас проводим проверку. Давайте, да. И за вот эти все его новшества, вплоть до сноса. Появилось дополнительное озеленение на улицах центра Адлера. Высадили кустарники, разбили цветники. По словам местных жителей, они заметили эти изменения, но боятся, что гусеницы белой американской бабочки могут уничтожить посадки. Все городские территории муниципалитет уже обработал, причем два раза. Но при этом не все управляющие компании, да и некоторые собственники частных территорий спешат бороться с вредителями на своих зеленых зонах. Мы обрыскивались, вот все квартиры гусеницы уже на седьмой этажке. Одну секундочку. Ну, у вас есть управляющая компания? Есть, говорили. Ну, управляющая... Одну секундочку. Управляющая компания – это вы, чтобы понимали. Потому что вы – собственники квартир. Наняли управляющую компанию. Естественно, что управляющая компания должна это делать. Но она вами выбрана. И только за ваши деньги должно это делать. Также в прошлый раз туристы говорили о том, что на набережной не везде есть туалеты. И вот уже первый санитарно-гигиенический модуль доставили на курорт. Скоро его установят недалеко от здания МЧС. Аналогичные появятся и на других общественных приморских территориях. Всего приобретено 10 модулей. Остались еще вопросы по территориям рядом с торговыми центрами. Где-то дорогу нужно сделать за счет тех, кто ее разрушил. Кого-то научить, что парковаться на тротуарах, даже если земля в собственности, запрещено законом. И довести до коммерсантов, что если дано разрешение на установку лотка на двух квадратных метрах, это не дает право на развертывание мини-рынка. Конечно, в корне поменялось, но работы еще много. И самая главная работа состоит в том, что эти улицы Адлера, они должны находиться в хорошем, красивом состоянии системно, каждый день. А не тогда, когда мы авралами с администрацией города приезжаем. Но дела идут. Я уверен, что дней пять и в Адлере будет очень красиво, так же, как мы и хотим. А вот на ремонт спортивных и игровых площадок потребуется больше времени, около месяца. Там необходимо заменить покрытие и восстановить сломанные игровые комплексы. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Сочи может появиться инклюзивный пляж. Это специально оборудованное место у воды, которое будет удобно и людям с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость такого пляжа более миллиона рублей. Но его могут установить бесплатно, если город выиграет в конкурсе. Все подробности в нашем сюжете. На пляже Ривьера сегодня презентовали уникальное место для отдыха у воды – инклюзивный пляж. Здесь отдохнуть с комфортом могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды-колясочники спокойно выезжают на песок, помогает вот такое покрытие. При желании можно отдохнуть на удобных шезлонгах со специальными матрасами или полежать на большой ортопедической подушке. А на вот этой, красной, можно и поплавать. Дорожка мне понравилась. На песке она работает отлично. Мне очень нравится. На камне есть вопросы. Возможно, подведет. Надо проверять. А такое кресло-коляска помогло сегодня Светлане Бондарь из Луганска зайти в воду. Она смогла с комфортом искупаться даже в немного штормящем море. Новый такой машина-агрегат очень полезный нам и красиво, и не страшно. Я желаю всем быть здоровыми и пользоваться тем, что придумали для нас очень грамотные люди. Инклюзивный пляж в Сочи привезли из Калининграда. Идею в жизнь воплотили активные общественники – представители организации инвалидов «Ковчег» за счет средств президентского гранта. Сейчас они в так называемой экспедиции изучают уровень доступности мест отдыха у воды в разных городах и презентуют свой инклюзивный пляж. У нас очень развита в этом плане доступная среда. И, конечно, каждый город, у которого есть городской пляж, уже считает себя обязанным установить пляж для инвалидов. Итого у нас в городе пять таких площадок в области у моря и одна прямо на озерах, внутри в черте города. В этом году экспедиция уже побывала в семи городах, в следующем году в списке столько же. По результатам экспедиции «Ковчег» решит, в каком из городов оборудовать такой инклюзивный пляж. Самому активному городу он достанется абсолютно бесплатно, его стоимость – более миллиона рублей. Ну а оценить комфорт места отдыха, удобного для всех желающие, смогут и завтра. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи открылась личная реальность. Так называется персональная выставка художника Игоря Берсенева, которая открылась в художественном музее. Игорь Николаевич Берсенев творит под псевдонимом «Берени». Это производная от первых букв фамилии, имени и отчества. В 2008 году он впервые представил свой уникальный стиль, который назвал «вторжение». На выставке собраны картины, выполненные в этой характерной авторской манере. Игорь Берсенев разворачивает перед зрителем противостояние добра и зла. Автор убежден, что в прошлой жизни был голландским художником, знакомым с Леонардо да Винчи. Официальная биография не менее интересна. Художник родился в городе Златоуст династии граверов Берсеневых более 200 лет. С детства Игорь Берсенев занимался живописью, скульптурой, гравюрой, иллюстрировал книги. Стал участником региональных и всероссийских выставок. Его картины находятся в зарубежных частных коллекциях, а выставка в художественном музее будет открыта до 18 сентября. В Сочи стартует Кубок мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус». Команды уже провели тренировки на ледовой арене «Шайба». Все игроки и тренеры остались довольны качеством льда. У каждой команды свои надежды на матчи группового этапа. Первыми на лед выйдут победитель прошлого года российский «Лока» и канадская сборная «Альберты». Такая интересная игра – это Канада-Россия, на которую ждем, что болельщики наши увидят очень азартный хоккей. Поэтому ребята готовятся. Много в этом году хороших команд, чемпионы своих стран приехали. Наконец-то две североамериканские команды у нас участвуют. Поэтому ждем очень интересного турнира. Это интересный опыт, в том числе и культурный, когда мы приехали в Россию пять дней назад. Сегодня ребята уже на льду и настроены показать, что они лучшие. Удержаться на вершине сложно. Это определенное давление есть. Но я думаю, мы стараемся доносить до ребят, что нужно в каждой игре, в каждом матче выкладываться больше, чем на сто. Потому что каждый из соперников хочет обыграть лидера. Поэтому я думаю, что они понимают эту всю серьезность ситуации. И я думаю, что готовы. Североамериканская команда уже начала знакомство с Сочи. Хоккеисты прогулялись по самому длинному в России подвесному мосту на высоте 207 метров. Спортсменам очень понравились виды на долину реки Мзымта и Ахштырское ущелье. Памяти дяди Васи. В Сочи сегодня прошла спартакиада среди дворовых команд, сформированных по месту жительства. Отборочный этап городской спартакиады проходил все лето на площадках нашего двора. После лучшие команды встретились на районных турнирах с целью формирования сборной района. Сегодня четыре команды соревновались в прыжках на скакалке, перетягивании каната, прыжках в длину и дартсе. Спартакиаду среди дворовых команд, сформированных по месту жительства, посвятили памяти заслуженного работника физкультуры Кубани Василия Королева. Его дети знали как дядю Васю. Он был преданным деятелем нашей физической культуры спорта, который непосредственно прививал любовь к спорту нашим детям. Непосредственно он работал, тренировал на спортивной площадке Донская. Дядя Вася ушел из жизни в 2017 году, а годом позже провели первую спартакиаду его памяти. Главный приз турнира – вот такой переходящий кубок. Сегодня он достался сборной центрального района. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok